Так, следующий доклад. Дмитрий Александрович Тимофеев. Первичное хирургическое лечение поверхностного рака мочевого пузыря. Пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Известно, что рак мочевого пузыря занимает седьмое место в структуре общей онкологической заболеваемости. Ежегодно в мире регистрируется около 430 тысяч новых случаев. По данным статистики, в России в 2015 году выявлено 15,5 тысяч первичных пациентов. Большая часть опухоли представлена переходно-клеточной формой. Порядка 18% низкодифференцированная опухоль. Циан-сита, плоскоклеточный рак, аденокарциномы и мелкоклеточный рак встречаются реже. По характеру роста опухоли мочевого пузыря, как всем известно, бывают мышечно-инвазивные и мышечно-неинвазивные. Применительно к данному выступлению нас интересует немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. Частота встречаемости составляет около 75%. Характеризуется прорастанием слизистого и подслизистого слоя. В данную группу входят категории ТА, ТН-ситу и Т1. И по данным литературы частота рецидивирования может достигать от 50 до 95%. Важным моментом является то, что в лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря хирургические методы могут быть единственным радикальным способом лечения. Достаточно долго, до относительно недавнего времени, открытая хирургия занимала ведущее место в лечении данной патологии, однако достаточно быстро уступила свои позиции эндоскопическим операциям. Открытая резекция мочевого пузыря была предложена еще в 1880 году в Германии с Уненбургом. В настоящее время данный вид вмешательства сохраняет свою актуальность. Выполняется в тех случаях, когда невозможно либо затруднительно выполнить эндоскопическую операцию, в частности при расположении опухоли дивертикуля мочевого пузыря, при невозможности проведения резектоскопа, а также при опухоли больших размеров. По данным литературы, безрецидивная выживаемость у пациентов, которым выполнен данный вид вмешательства, составляет от 39 до 64%. Радикальная цистоктомия, как первичное хирургическое лечение немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря применяется гораздо реже. Показанием к данному виду вмешательства, к данному объему является мультифокальный рост опухоли, большие размеры новообразования, наличие ЦН-ситу и поражение простатического отдела уретры. По мнению некоторых авторов, сравнение 10-летней выживаемости после радикальной цистоктомии и эндоскопических операций в комбинации с БЦЖ терапией не имеет достоверных различий и соответствует примерно 80%. Трансуретральная резекция является стандартом первичного хирургического лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Данный вид вмешательства получил свое развитие с 1926 года, когда Макс Штерн изобрел прототип современного резектоскопа. Известно, что все хирургические вмешательства в отношении рака мочевого пузыря, как правило, мычно-инвазивного рака мочевого пузыря, сочетают в себя комбинацию трансуретральной резекции с теми вспомогательными методами, которыми указаны на данном слайде. По данным литературы, эта комбинация может повысить радикальность удаления первичной опухоли с 12 до 40%. Трансуретральная резекция выполняется по стандартной методике, подразумевает выполнение эндоскопической ревизии мочевого пузыря, удаление опухоли до глубокого мышечного слоя, желательно единым блоком, и достижение стабильного гемостаза. Операционные осложнения трансуретральной резекции встречаются до 49%. Наиболее частый из них – это синдром раздражения запирательного нерва, перфорация стенки мочевого пузыря, а также кровотечение. Одним из методов трансуретральной резекции является электровапоризация, высокомощный электрохирургический метод, заключающийся в быстром испарении ткани с мгновенной коагуляцией больших участков поверхности. Электровапоризация позволяет сократить время операции, достаточно уверенно контролировать кровотечение, а также уменьшить сроки госпитализации пациентов. Есть один значимый недостаток – это отсутствие гистологического материала. По данным литературы, вероятность развития рецидива опухолемочевого пузыря после выполненной только трансуретральной резекции составляет около 50-53%. Время при комбинации трансуретральной резекции с внутрипузырной химиотерапией непосредственно после операции, либо в первые 6 часов, снижает вероятность рецидива до 37%. Комбинация трансуретральной резекции с фотодинамической диагностикой позволяет улучшить визуализацию опухолевой ткани в синем свете с применением фотосенсибилизаторов. Чувствительность данного метода достигает 95%. Трансуретральная резекция после её выполнения может быть также дополнена фотодинамической терапией, основоположниками которой были Кейли и Шелл в 1975 году. Методика проста. После внутривенного или внутривенного введения фотосенсибилизатор накапливается непосредственно в опухолемочевого пузыря и под действием, видимо, света с длиной волны 630 нанометров фотосенсибилизатор распадается и реализует свой цитотоксический эффект. После удаления папиллярной опухоли фотодинамическую терапию рекомендуется проводить непосредственно на ложе. Удалённая опухоль при наличии ЦН-ситу фотодинамическая терапия проводится на всю слизистую мочевого пузыря. В нашем центре мы пользуемся аппаратом лахтомилом с длиной волны 662 нанометра с дозой света 200 джули на сантиметр квадратный. Комбинация трансуретральной резекции с фотодинамической терапией способствует уменьшению рецидивов опухоли с 83 до 33 процентов, а также увеличивает время возникновения рецидива с 3 до 13 месяцев. Narrowband Imaging НБИ – аббревиатура функции спектральной визуализации сосудистой структуры тканей за счёт воспроизведения изображения в узком диапазоне световых волн. Удобная неинвазивная методика, позволяющая хирургу визуализировать участки патологическими сосудами, и тем самым данная методика позволяет выполнить операцию в более радикальном объёме. Применение медицинских лазеров как глубоко проникающих, так и с поверхностным действием может сочетаться с трансуретральной резекцией, а также использоваться самостоятельно. При сравнении результатов лазерной резекции мочевого пузыря с результатами трансуретральной резекции мочевого пузыря, результаты сопоставимы, и, кроме того, лазерная резекция мочевого пузыря позволяет удалить опухоль ледяным блоком при хорошей видимости ввиду отсутствия кровотечения и без риска стимуляции запирательного нерва. Первичное хирургическое лечение немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря занимает ведущее место, однако важным фактором является то, что при выполнении эндоскопических операций огромное значение имеет опыт хирурга. Тем самым радикальность этих операций увеличивается. Благодарю за внимание. Вопрос, пожалуйста. Вы используете технологию НБЛОК при трансуретральной резекции сейчас? НБЛОК? Мы стараемся. Не всегда это получается, но мы стараемся. И скажите, как часто вы вводите хирургический аппарат после трансуретральной резекции? Всегда. Всем больным? При поверхностных формах, там, где мы подозреваем, мы всегда вводим. Хорошо. А как будете запирательным нервом? Делаем меньше поток регуляционного раствора, чтобы пузырь немножко спался. И это помогает, как правило. Либо пользуемся миордиолоксантами. Короткого действия. Еще один вопрос. Процент трансуретральной резекции с мышечной тканью. Все сто процентов. Сто процентов. Идеально. Хорошо. Хорошо. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.